В субботу была проведена конференция, первая конференция ДВК. Я сразу хочу принести свои извинения о том, что не все были извещены, точнее говоря, многие были неизвещены, по причине того, что были препятствия со стороны властей организации этой конференции. И фактически даже многие члены полицовета узнали за полчаса до проведения этой конференции, то есть место, где это будет. Было место сбора известно, а где конкретно было известно только за полчаса. Вы видите, что движение, оно довольно представительное. Например, партия коммунистийская, движение поколений и так далее. Основные принципы, мы их озвучили в политической платформе. Я основные назову. Это выборность Акимов всех уровней, независимая избирательная система, независимая судебная система и независимая поддержка независимых средств массовой информации, демонополизации средств массовой информации. Дело в том, что раз страна определилась и решила идти рыночным путем, а именно у нас на всех уровнях, сегментах рынка есть конкуренция, а там, где есть монополия, она регулируется соответствующими органами, типа антимонопольные ведомства и так далее. То же самое должно быть и в сфере политики. Должна быть политическая конкуренция, чтобы у населения была возможность выбирать тейные платформы, и у населения была возможность выбирать себе руководителя местных регионов и судить по их активности, по качеству их работы. А не так, чтобы даже он хороший или плохой, население не может повлиять на местную власть, соответственно, это порождает апатию, безинициативность, соответственно, нет развития малого и среднего бизнеса, соответственно, можно бесконечно апеллировать, что мы хотим создать 80 или 70% слой малого и среднего бизнеса, среднего класса, его не будет. Потому что этот малый и средний бизнес сконструирован вокруг руководителя регионов или власти, у людей, у которых находятся около президента. И получается такая тоненькая прослойка. Процент его очень сложно посчитать. Именно тогда, когда население будет влиять на эти процессы, тогда и будет обеспечена та самая широта. Это первое. Второе. Мы говорим о независимости судебной системы. Мы все знаем в этом зале, и многие, я думаю, из вас пострадали, почувствовали качество нашей судебной системы. Когда, вот как раньше в Советском Союзе, вот все прецидивы остались, можно телефонным звонком отрегулировать любые решения суда. Мы хотим добиться независимости судебной системы, чтобы опять они зависели от не начальства сверху, а реально конкретных людей. Это вторая позиция. Если говорить о независимости средств массовой информации, я могу сказать следующее, что фактически мы прекрасно знаем, что львиная доля телевидения контролируется одной группой людей. И вот сегодняшняя пресс-конференция, она может быть подана в стране так, именно так, как посчитают его руководители. А она всегда, вот практика последних месяцев, последних лет показывает, скажем, не та, которая на самом деле. Деятельность ДВК подается только в негативном свете. Именно поэтому, чтобы не было этого, необходимо прозрачные механизмы по присутствию на рынке средств массовой информации, чтобы тоже была реальная конкуренция, был прозрачный доступ к частотам. А этого у нас нет. Теперь следующее. Я хочу сказать, что мы сейчас, наше общество находится в той ситуации, когда демократические принципы, они в большей степени продекларированы, но не реализуются. Вот показательные примеры, когда ряд средств массовой информации закрытый или закрываются, или не даются печататься. Показательное то, что, скажем, мы в субботу собирались вот буквально за полчаса, люди знали. Показательное то, что господин Акцент приведет примеры, когда на людей, которые подписывались члены ДВК, оказывалось давление органами власти, прокуратурой и другими силовыми структурами. Я, во всяком случае, могу сказать, что тогда, когда у нас будут обеспечены эти демократические принципы, а именно вот та самая свобода, тогда мы будем в состоянии, как граждане, излагать свои мысли, придерживаться тех или иных взглядов, коммунистических, социал-демократических, любых. То есть у нас сейчас не обеспечены элементарные гражданские права.